Подчас семинара керавництва Нацбанка означает, что зараз больше за все питания, в которые возникают уже хороу Гомельшины, тычется депозитов, укладов, кредитов и деноминаций. Что до укладов, то непоразумения возникают в связи с заведением подоходного податка на некоторые их виды. Нагадаем, норма уступила в силу еще на початку красавика. Она тычется не у всех депозитов, а только рублевых, когда гроши пролежали у банку меньше, как год, и валютных, когда меньше за два. Ставка податку складает 13%, и платить его необходимо не за основной суммы, а только с проценту, який зарабил укладчик. А кроме того, декретом уведены отзывные и безотзывные уклады. При заключении договора безотзывного депозита, махчимость его до терминового знятия отсутничает, когда только сам банк не сгодится это зарабить. У Вугулины семинары отзначено, что финансовая духовность насильництва находится на достатково высоком узровне у многим, дякуючи сродкам массовой информации. Уровень финансовой грамотности населения нашей республики достаточно высокий. Тем не менее, технологии банковских, изменение ситуации в денежно-кредитной сфере требует продолжения и, наверное, активизации работы именно по формированию финансовых знаний о населении. Безусловно, роль средств массовой информации в проведении данной работы значительно повышается. Что тыжится деноминацией, то, не глядяши на достатково активное доведение до громадян не только необходимой агульной информации об этом процессе, але и об яготонкостях, пытания все равно застаются. Тому нагадаем ясшый раз основные моменты. В параллельном завороте старые и новые гроши будут находиться до конца снежня. С первого костричника все банкоматы будут выдавать банкноты только нового узора. До этого часу ими загрузить только их третью частку. Монеты банкоматы не выдают. Это можно будет сделать при размине купюр в банку, альбо в выгляде сдачи при набытии товаров. Самую великую купюру номиналом у 500 рублей отримать можно только в банку при подаче заявы. Деноминация носит технический характер. Тем не менее, Национальный банк старается принять меры направлено на то, чтобы оно прошло гладко, без каких-либо сложностей. Хотелось бы, прежде всего, довести, что через средства массовой информации до населения, что в большей степени нагрузка техническая будет ложиться на предприятия, организации, банки. Население, конечно, будет определенная психологическая нагрузка, связанная с введением монет, введением новых купюр, что потребует от населения уже немножко по-другому ориентироваться при расчетах, уметь ориентироваться в новых деньгах образца 2009 года и деньгах образца 2000 года. Вот это будет вызывать определенные сложности. Нам бы хотелось, чтобы средства массовой информации именно обратили внимание на то, чтобы население было внимательным. Но, как сказали, технические вопросы, я думаю, решат и правительство, и Национальный банк, и организации, и банки смогут решить. Мы не испытываем никаких сложностей после ее проведения. И еще одна парада. Как первый час после проведения динаминации не блитаться при разлику новыми купюрами, распечатайте с обеих своим близким шпаргалки об ответственности банкнот старого и нового узора. Марина Северьянова, Игорь Маришенко, телеродокомпания «Гомель».